Друзья, я хотел вместе порассуждать об одной теме. Для чего человеку, который принадлежит Богу, нужны в жизни искушения или испытания? Ну вот мы с вами сегодня на утреннем части разбирали текст, когда апостол Павел плывал на корабле и случилось такое несчастье. Корабль обречен, выкидывает груз, корабль будет разрушен водой. И вот кажется, для чего все это? Ну разве Господь не мог позаботиться и так как-то устроить? Не раз же Он выводил апостола Павла. И даже когда он потом на берег выплыли, тут его кусает змея. И мы видим, что апостол Павел даже чуть-чуть не переживает об этом, что произошло это. Он знает, что все в Божьих руках. Но Господь допустил такие обстоятельства. И вот вопрос, для чего нужны эти обстоятельства? Для чего нужны искушения? Вообще я хотел бы немножко, вот сначала над самим определением слова, чем отличаются искушение и испытание? Друзья, давайте вместе. Вот синоним искушения. Какие мы еще можем подобрать обороты или слова? Как можно объяснить, что такое искушение? Помогите мне. Соблазн. Еще. Обольщение. Да, близко. Ну, с покуса, да, на украинское. Ну, предложение запретного, я бы еще так, да? То есть предлагают, чем-то обольщают. А что значит слово испытание? Вот мы используем очень часто искушение и испытание, как одно слово, да? Это проверка, да? И, ну, не зря мы так используем, потому что, ну, мы читаем в Писании, что Бог не искушает никого, да? Но Бог допускает искушение. И этим Он испытывает нас. Бог испытывает нас. Мы читаем, вот, в Иакова, в послании Иакова, в первой главе, 12 стих. «Блажень человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Друзья, итак, вопрос, который вот мы подняли вначале, для чего христианину нужно пройти через искушение, пройти через испытание? Вот я так рассуждал об этом. И, знаете, апостолу Павлу случилось это обстоятельство. И как раз, находясь в этом обстоятельстве, Он говорит эти слова, что «Бог, которому я принадлежу». То есть вот эти испытания или искушения, они как раз открывают наше содержание. И мы себя позиционируем, принадлежим ли мы Богу, или мы не принадлежим Ему. У меня такая ситуация случилась, когда я добирался в лагерь. Я был с семьей как раз на море перед лагерем. Должен был приехать в лагерь. Но за день до этого вернуться домой. И вот уже осталось 200 километров нам домой, в городе Новомосковске. Мы вышли на заправки. Потом мы садимся в машину. Я пытаюсь провернуть ключ зажигания, а он не проворачивается. У меня 6 детей в машине. И я, знаете, целый час пытался, а он не хочет. Все потухло, эти приборы. И вот у меня в душе такое переживание. Руль замкнуло. И внутри, ну почему? Вот допустил Господь, почему? И вы знаете, я ничего так не смог сделать. Позвонил братьям. Они прислали там еще людей, которые понимают в этих вопросах. И эти мастера еще 3 часа пытались разобрать. Уже вечереет, уже темнеет. И так ничего не получилось. Пришлось там переночевать. Вот. На следующее утро, вот с самого утра начали, и еще 4 часа. Вот. Для того, чтобы разобрать. И вы знаете, в конце концов удалось разобрать, снять, починить поломку. А я все время, Господи, ну я опаздываю в лагерь. Помоги. Ну вот. И вот такое внутри какое-то и переживание, и неудовлетворенность. И мы уже потом сели в машину. А жена мне говорит, а представляешь, если бы руль замкнула на ходу, что бы это могло случиться? Вы знаете, я подумал, думаю, слава Богу, что вот так вот Господь сделал, так, как произошло. А в этом испытании и хотелось возроптать, и недовольство подступало. Ну почему Господь так допустил? Ну почему так произошло? Ну что же, ничто не предвещало таких неприятностей. Друзья, как раз вот эти искушения, испытания, они открывают нашу внутренность. Они открывают вот на самом деле, принадлежим ли мы Богу, является ли Бог Богом нашим? Я хотел сегодня поговорить об одном человеке, вот как мы прочитали, блажен человек, который переносит искушения, который перенес в своей жизни ряд таких испытаний. И он выдержал эти испытания. И я верю, что Бог дал этому человеку в небе венец, как он и обещал. Это один из моих любимых персонажей Библии, это Иосиф. Друзья, жизнь этого человека прошла особым путем, путем искушений и таких вот переживаний. Мы читаем в Псалме 104, что Господь послал его в Египет. У нас в этом году в детском лагере была история за Иосифа. И я как раз был на уроке, когда преподаватели рассказывали, и вот говорят, и продали братья Иосифа в Египет, в рабство. Один мальчик сидит и говорит, о, а я был с папой в Египте. Мы там на море отдыхали. Ну и преподавателю так сложно было объяснить, что там было тяжело в рабстве, что там было плохо, что он там не отдыхал на море, что он там в темнице сидел. И действительно было тяжело. Но он побеждал. Он побеждал все эти искушения. Он вышел победителем. Друзья, мы живем в мире окружения греха, окружения соблазнов, разврата. В таком же мире жил Иосиф. И вот если мы посмотрим на его жизнь, Господь допускал ему эти испытания. И что мотивировало его в этих испытаниях побеждать? как вот он выходил, где он находил силу, когда он остался сам, без родителей, без окружения, к которому он привык. И вот в этих обстоятельствах он оставался человеком Божьим. Он оставался Божьим рабом. И действительно перенес. Мне хотелось разобрать вот таких четыре аспекта, чем был искушен Иосиф. И каким оружием он пользовался для победы. Вот чем он побеждал. Конечно, неплохо было бы нам прочитать весь текст, но весь нет возможности прочитать текст. Я буду читать отрывками. Первое, что мне хочется прочитать, Бытие, 37 глава с 23 по 28 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб и взглянул, увидел, вот идет из Галаада караван измалитян. И верблюда их несут с тераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем продадим его измалитянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измалитянам за 20 сребреников, и они отвели Иосифа в Египет. Друзья, первая мысль это испытание пренебрежения. Вот что сделали братья с Иосифом? Братья, как поступили? Что они с ним сделали? Давайте перечислим. Сняли одежду. Вот одежда она призвана прикрывать, покрывать наготу, да? И одежда Иосифа она была особая одежда, он выглядел в ней великолепно. И вот теперь снимает с ним эту одежду. Друзья, так бывает в жизни нашей, что кто-то нас снимает одежду. Ну, другим словом, говорит плохо о нас, да? Какие-то недостатки наши обнажают. И это не маленькое испытание такое, когда ты услышишь, как кто-то сказал о тебе плохо. братья его бросили в ров, да? Связали его, вот, обидели, отвернулись. Братья едят хлеб, принесенный им же, да? А он сидит во рву, сидит голодный. То есть такое бывает и у нас. Воспользовались чем-то моим, вот я старался, что-то делал, мое взяли, воспользовались, а я теперь не нужен. предали его, обрекли вот на такое долгое одиночество в незнакомой стране. Друзья, и как вот находясь в такой обстановке, он все-таки не сломился. Я думаю, что каждый из нас тоже встречался вот с одиночеством, когда вот никто не может понять тебя, никого может рядом нет, из близких, из друзей. Это на самом деле тяжело. Друзья, как он боролся, что он делал? Я вот вижу из Писания, вот, что этот человек, он искал близости с Богом. Он особо и смирялся перед Господом, не принимал от Господа, и потом он скажет братьям, что это не вы, это Господь меня послал сюда. Мы не видим в его поведении какого-то недовольства или ропота на Бога, что вот Господь меня сюда отправил, и я, почему я сюда попал. Мы видим, неоднократно встречается вот эта фраза «И был Господь Сеосифом», «И был Господь Сеосифом», «И давал ему успех», «И давал ему благословение». Друзья, вот в нашей жизни мы встречаемся и будем встречаться, когда кто-то будет нами пренебрегать или кто-то плохо с нами поступать. И это определенного рода для нас будет всегда проверка, всегда испытание. А как ты будешь поступать? А что ты будешь делать? Сегодня мы слышали пример с водителем. Это была действительно особого рода проверка для этого человека. И как хорошо, если у нас будет понимание, смирение перед Господом и довольство, это Господь ведет, это Господь направляет, и тогда Он, Господь, будет с нами и обратит это все в добро для нас. Вторую мысль, которую мне хочется отметить, вот мы видим, что еще испытал Иосиф. 39 глава, был Господь, второй стих с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме Господина своего египтянина. И увидел Господин, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что он имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господнего на всем, что он имел в доме и в поле. Кажется, какое здесь испытание, да? Так, кажется, здесь одно благословение. Вот ни над чем этот человек не следил. Отдал все в руки Иосифа. Все ему поручил. И здесь благословляет Господь. И успех посылает. И в чем здесь, кажется, такое испытание? Друзья, ну для Иосифа это было большим, большой проверкой. Это было испытание властью. Это было испытание средствами. Вот он распоряжался материальными благами этого человека. И это тоже было для него такой определенной школой. Говорят так, как человека проверить? Дать ему власть. Вот когда человек получает какие-то полномочия, получает права, вот открывается его сущность, кто он на самом деле. И очень часто власть, она сопряжена с деньгами. Там, где власть, там есть средства. Друзья, у каждого из нас есть тоже своя власть. Мы имеем власть. Конечно, здесь нет президента, ни губернатора, ни депутата. Вот. Но каждый из нас имеет свою власть. Имеет свои средства. И для нас это тоже проверка, как было для Иосифа. Я вот такой пример, мне нравится, я иногда его привожу. Приехали два брата на север с разных городов. Ну и они должны были участвовать там в служении. Ну и один брат способный, и другой. И вот один хочет, чтобы его слушали, и командовать хочет. И второй тоже не против так вот как бы быть лидером. И вот они друг другу так как бы аж помогают, мешают. И так, такое какое-то дух соперничества между ними. Ну и брат руководящий взял до этих братьев вместе отправил в пеший поход в тундру. Ну и одному из них сказал, мы вас отправляем двоих, ты будешь главный. А другому сказал, мы вас отправляем двоих, ты будешь старший. И вот главный старший, они вместе пошли в пеший поход. А знаете, там рюкзак большой такой нанести, и там продуктов мало дают. Там может там банку сгущенки, там консерву, и все. То есть твое пропитание будет зависеть от того, как ты зайдешь в чум, как ты поздороваешься. Там гостеприимные люди тебя примут, накормят. И вот вы знаете, главные старшие они пошли. И после этого, когда они возвратились с этого похода, они стали действительно друзьями. И они стали, вот как написано в Писании, в почтительности друг друга предупреждайте. когда у нас вот есть какие-то полномочия или способности, когда у нас есть служение в церкви, и нам кто-то подчиняется, когда мы являемся руководителем группы, или хора, или еще где-то, вот Господь дает нам служение. Это всегда для нас, друзья, проверка. Проверка, как мы будем себя вести. Так же вот и со средствами. Это тоже, вот каждый человек, он проходил эти испытания. Я вот помню, я получил зарплату. Я считаю деньги, я не посчитал сразу, я знал, что, ну, все, хозяин хорошо дал. Пересчитываю дома на 10 тысяч больше. Ну, это еще раньше было, тогда побольше, это были деньги. Думаю, интересно. И вы знаете, борьба такая внутри. Ну, он же дал мне эти деньги, ну, и все, это же как бы, он мне отдал. Еще раз пересчитываю. И вот внутри взять, а голос совести говорит, не твое, отдай. И от другой голоса, может, он не заметил, и все как бы, все нормально. У тебя же сколько надо, у тебя стройка, и все. Вот. И вот такая внутри переживания. А потом все-таки страх Божий победил, я встретился с ним, я говорю, вы мне дали больше денег, чем надо. Он говорит, да, ну, давай назад. Ну, и отдал я. И вы знаете, я отдал, и так мне приятно стало на душе, так легко, потому что я, ну, увидел в этом, что это была проверка, это было испытание, Господь дал силы, вот в этом вопросе поступить честно, поступить правильно. Друзья, мы будем, вот, проверяться, испытанием властью, испытанием деньгами. И, как вот здесь правильно поступать, как здесь вот ориентироваться. Мне очень нравится, один, вот, человек, который имел власть, и он пришел ко Христу, и говорит, я подвластный человек, и умею в себя, в починении. Помните, кто это сказал? Сотник сказал. Вот он командовал сотни людей. Это немаленький начальник, сто человек у него было в подчинении. Но он не говорит, что я начальник, умею в себя в подчинении, ну, и у меня еще надо мной есть там кто-то. Он говорит, я подвластный человек, но имею в себя в подчинении. Друзья, понимать, что есть над нами власть, есть над нами Бог, есть над нами те, кому мы тоже должны давать отчет. И это тоже будет таким стимулом, таким оружием правильно жить, правильно побеждать, правильно относиться в этих испытаниях, к власти и к кредствам. Друзья, еще вот один момент. Это одно из самых сильных испытаний, искушений, которые перенес Иосиф в Египте, когда обратила на него взоры жена Батифара. Это вот такая тема, испытания или искушения в области целомудрия. Мы видим, что хотя эта женщина и обратила взоры, но взоры Иосифа, он не обратился в ее сторону. И когда он столкнулся с этим грехом вплотную, он убежал. Вот с многими грехами нужно вступать в сражение, нужно бороться. От блуда написано «убегай». Потому что эта позиция, которую занял этот молодой человек, она принесла ему большое благословение. Если бы он упал, все бы перевернулось. Вот никогда он не получил бы той полноты благословения. И мы видим, что его взор остался чистым, его мысли остались чистыми. Друзья, это вот большое для нас тоже сегодня такое переживание. Сегодня такой пример был, что и в 86 лет эти искушения, они преследуют. и кто-то может думать, «Да я женюсь, и у меня теперь не будет искушений». Будут искушения. Друзья, эти искушения, они каждого человека, у кого есть греховная плоть, они будут преследовать. Вот. И здесь особо важно – это взор. Куда направлен наш взор? Чистота взора. Потому что от взора нашего рождаются мысли. И когда человек сеет, вот мысль, потом от мысли приходят уже поступки. Друзья, и последняя мысль – это испытание славой. Вот мы знаем хорошо историю Иосифа, и его жизнь дальше так пошла, что Господь возвысил его. И вот фараон ему говорит такие слова, 41 глава это уже. И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все себе, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставлю тебя над всей землей египетской». И снял фараон перстень с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и превозглашать перед ним преклоняйтесь, и поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет, ни руки свои, ни ноги свои, во всей земле египетской». Друзья, ну очень сильно приподнял, вознес фараон, «Ты самый разумный, ты самый мудрый в моем царстве, ты будешь над домом моим, ты будешь над всей землей египетской». Одевает ему перстень, одевает одежду, одевает цепь, везет его на своей колеснице. И вот кажется, ну вершина, да, вершина славы. Это тоже была проверка, вот как Иосиф отнесется. Но мы видим, что Иосиф занимает свое место, продолжает дальше трудиться, делает свое дело. Вот голова у него не закружилась от этой славы, когда его хвалили, он прославил Бога. Друзья, у нас тоже бывают такие моменты, когда у нас что-то хорошо получается, вот, и когда нас хвалят, когда вот что-то, кто-то скажет о нас очень хорошо. И это тоже для нас проверка, как мы отнесемся, воздадим ли мы славу Богу, прославим ли мы Бога, или мы скажем, что, ну, да, неплохо у меня, хорошо я справился. Вот. И да благословит Господь, чтобы действительно мы могли и в трудных таких обстоятельствах, и когда нас хвалят, и когда у нас все хорошо, проходить эти обстоятельства с Господом. Друзья, и вот находясь во всех этих полосах, да, жизни, и темных, и светлых, везде подчеркивают то, что я, вот, Божий человек, я принадлежу Богу, и Господь со мной. Друзья, Господь обильно вознаградил Иосифа, и когда вот пришли братья к нему, и когда он еще увидел отца, вот какой прекрасный итог жизни, какое благословение, он послужил народу своему, он послужил братьям своим, Бог рукой его спас, вот, их от голода, и вошел в историю, как герой веры. Апостол Павел о нем говорит, да, что верой Иосиф, вот, завещал о костях своих. Это была действительно, вот, сильная такая жизнь, сильный пример веры, сильный пример победы. Друзья, мы тоже будем на протяжении нашей жизни постоянно, каждый день подвергаться испытаниям. И пусть Господь благословит, чтобы мы всегда помнили, что я принадлежу Богу, черпали силы у Него для победы, и были побеждающими христианами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok